В селе Михайловском подвели итоги работы местной администрации. В начале встречи о работе муниципалитетов поселения рассказала первый заместитель главы Северского района Марина Наумейко. В текущем году продолжится укрепление материально-технической базы школы номер 32. Планируется установить ограждения, заменить оконные блоки. В скором времени начнутся работы по замене кровли над малым спортивным залом. В фельдшерско-акушерском пункте хутора Ананевского предстоит облагородить территорию. На сходе с отчетом о работе за шесть месяцев 2019 года выступила глава поселения Елена Клименченко. Одно из главных направлений в деятельности местной администрации – благоустройство и санитарное состояние подведомственных территорий. На благоустройство поселения в 2019 году запланировано 3 миллиона 250 тысяч рублей. За первое полугодие освоено 1 миллион 160 тысяч рублей. Хотелось бы остановиться на санитарном состоянии наших улиц и придомовых территорий. В селе Михайловском и хуторе Ананевском – 29 улиц. Для приведения их в надлежащее санитарное состояние в течение полугодия проводятся субботники, санитарные пятницы. В субботниках обычно задействованы специалисты администрации, депутатский корпус, работники предприятий и организаций. В своем отчете глава Михайловского поселения отметила, что далеко не все жители принимают участие в субботниках и призвала всех проявить сознательность в этом вопросе. За отчетный период в Михайловском сельском поселении на постоянной основе проводится покос травы, вывоз мусора. В преддверии Дня знаний обновлены разметка пешеходных переходов и искусственные неровности вблизи школы номер 32. После отчета главы жители смогли задать свои вопросы. На встрече обсуждались проблемы транспортного сообщения, здравоохранения, благоустройства. Одна из насущных проблем – вывоз мусора. Не все жители Михайловского поселения заключают договор с управляющей компанией по вывозу бытовых отходов. Мы хотим пользоваться этой услугой, это важно для вас, тогда давайте оплачивать эту услугу. Она не бесплатная. Вы понимаете, да, транспортный расход этой компании должен оплачиваться. По результатам встречи все озвученные проблемы были поставлены на контроль для их дальнейшего решения. Северский район продолжает благоустраиваться. Новая детская площадка появилась в селе Михайловском по улице Молодежной. Это стало возможным благодаря участию территориально-общественного самоуправления молодежной в районном конкурсе социально значимых проектов ТОС «Территория будущего». Участники ТОСа представили проект дружного дома «Уютный двор» и заняли третье место. Результат дружной работы – настоящий красочный игровой городок для самых маленьких жителей улицы. Дети уже успели освоить новое игровое оборудование. С момента установки площадка не бывает пустой. Дорогие ребята, уважаемые родители, жители села Михайловского, на самом деле замечательный у вас такой маленький городок получился. И, наверное, потому и название молодежной, потому что здесь для самых молодых, самых веселых, самых красивых ребят нашего будущего действительно образовалась определенная площадка, где они будут вместе играть, где они будут строить планы на будущее. Сегодня настоящий праздник для всей вашей детворы, которая живет здесь. И, конечно, мы понимаем, почему все эти дела происходят. Потому что мы живем для подрастающего поколения, творим, делаем всякие добрые дела, стараемся ради будущего. А будущее – это как раз наши ребята. Участники ТОСа «Молодежный» не остались в долгу и поблагодарили районную администрацию за организацию конкурса. Я выражаю большую благодарность, что нас заметили не только в нашем поселении, в лице Елены Семеновны, нас еще заметили на уровне районной администрации. Поэтому мы вам очень признательны, что вы оценили нашу работу. Мы на этом не останавливаемся. Мы заняли третье место, но нам есть куда стремиться. Это далеко не все работы по облагораживанию территорий в Михайловском сельском поселении. В районе улицы Молодежной планируется разбить парковую зону, чтобы не только дети, но и взрослые смогли комфортно проводить свободное время на открытом воздухе. В Северском районе продолжается череда юбилеев. Отметила с размахом свое 155-летие и Станица Калужская. Гостей праздника ожидала яркая праздничная программа. Для самых маленьких жителей Калужской работали аттракционы и развлекательные площадки. Взрослые смогли посетить концерт. Для жителей Станицы это двойной праздник – день рождения населенного пункта и открытие новой спортивной площадки. Территориальное общественное самоуправление номер 2 завоевало первое место в районном конкурсе социально значимых проектов «ТОС. Территория будущего». Администрация муниципалитета выделила победителям тренажеры для детей и взрослых, а также две косилки и бензопилу для поддержания территории в чистоте и порядке. Дай Бог вам здоровья, успехов. И думаю, что эта площадка будет очень тесная. В следующем году надо ее расширить, наверное, еще добавить. Поэтому всем успехов, спортивных достижений, хорошо учиться, заниматься спортом. Ну а станичников всех с праздником. Настоящий праздник Кубанской станицы не обходится без песен и традиционных угощений. Калужский курень порадовал гостей и хозяев праздника богатым репертуаром и гостеприимством. «Ваша заслуга, что сегодня станица красивая, ухоженная. Поэтому радуются дети, гуляют взрослые, песни, танцы. Все как должно быть. Пусть будет всегда мирное небо над головой. Всегда будет в доме достаток, уют, тепло, любовь и взаимопонимание. И храни вас, Господь, с праздником». В этот день станичники поздравляли друг друга и получали теплые слова поздравлений. Настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы Отец Трофим благословил всех собравшихся. «От всей души поздравляю вас с юбилейной датой 155-летия рождения станицы Калужской. На всех, на вас призываю Божие благословения. Всем вам желаю Божьей помощи и, как говорится, благоденственное и мирное житие, здравие же и спасение, изобилие плодов земных. И во всем благое поспешение подай, Господи, станице Калужской, богоспасаемой и ее жителям, и сохрани их на многое и благая лето. С праздником, дорогие коллеги». Полуторавековая история Калужской полна как радостных, так и грустных моментов. Но во все времена справиться с любыми трудностями помогала сплоченностью жителей. «Примите самое искреннее и сердечное поздравление со 155-летием дня основания станицы Калужской. Это праздник единения всех жителей нашей станицы. Символ взаимопонимания и доверия друг к другу. Гордость за свою станицу и ее древняя история. «Хочется пожелать, чтобы у станицы Калужской впереди было много-много хороших и добрых юбилеев. А это возможно только при одном условии. Если каждый из нас будет чувствовать личную ответственность за судьбу своей малой родины. И только совместные усилия администрации и жители сделают Калужскую сильной и просветающей станицей». Глава района Дам Джерим поздравил жителей станицы и пожелал ей просветания на многие годы. «Очень рад, что сегодня нахожусь именно в такой теплой обстановке, потому что вы заслужили такой праздник. 155 лет. Серьезная дата. Сколько времени прошло с тех пор. И историю, которую писали наши деды и отцы, сегодня продолжаете писать вы. Любите и цените свой маленький красивый уголок. На самом деле здесь очень уютно, красиво. Здесь живут прекрасные люди, трудолюбивый народ. Я хочу пожелать вам всем здоровья и благополучия, достатка и уюта. Давайте и дальше вместе созидать и строить наше будущее и будущее наших детей. С праздником, с юбилеем станицы!» Главное украшение любого села, города или станицы – люди. На праздники наградили всех жителей, кто вносит свою лепту в жизнь станицы Калужской. Со сцены под громкие аплодисменты станичникам вручили почетные награды. У гостей и хозяев праздника мероприятие оставило яркие впечатления. «Это прекрасный праздник, он навеян действительно традициями, навеян культурой, достаточно теплая атмосфера. Поэтому я считаю, что таких праздников нужно делать больше, поскольку это сплачивает людей. Это действительно создает настроение праздника, ощущение, вы слышите прекрасная музыка. Люди довольны, посетили выставку, курень, просто остались очень довольны. Сами мы из Примовецкого района, поэтому хотим передать искреннее поздравление всем жителям в северском районе станице Калужской. Я желаю, чтобы у Калужской всегда все было хорошо, чтобы строилось еще больше каких-то парков, скверов, аттракционов, хотя бы качель. И все будет просто прекрасно у людей, молодежи, потому что это все очень хорошо и здорово. Я поздравляю всех жителей Калужской и желаю хорошей жизни. Поздравляю с праздником, с тожистом станицы Калужской, 155 лет. Желаю всем жителям станицы здоровья, счастья, благополучия, процветания. Продолжился праздник концертом. Хорошее настроение гостям праздника дарили творческие коллективы Калужского Дома культуры. Руслан Лов, Алексей Попов, телерадиокомпания «Атаман», станица Калужская. Подскажите, кто мне поможет рассчитать мою будущую пенсию? Вы сами можете. Теперь это несложно. Как? Зайдите в свой личный кабинет на сайте пенсионного фонда. В нем ваш страховой стаж и заработанные пенсионные коэффициенты. Умножьте их количество на стоимость и прибавьте фиксированную выплату. Это размер сформированной пенсии на сегодня. Но мне до пенсии еще далеко. А как сделать ее больше? Белая зарплата и большой стаж. Будет больше коэффициентов и выше пенсия. Пенсионный фонд России. Я Горохова Диана Равкатовна. Я являюсь руководителем клуба 19 лет. За 19 лет работы в нашем клубе количество занимающихся увеличилось до количества 200 человек. Начиналось все очень просто. С группы любителей фитнеса. И со временем клуб разросся до больших размеров. Сейчас в клубе действуют группы восточного танца, фитнес-направления. Основная масса, конечно же, занимаются у нас дети. Занимаются спортивной акробатикой, акробатическим рок-н-роллом. Кстати, новый вид спорта, который существует всего лишь в пяти муниципалитетах Краснодарского края. И начал развитие также в нашем клубе. Основной упор у нас идет, конечно же, на гармоничное развитие личности. Как в спортивном мире, так и в мире искусства, в хореографии. Мы с детьми периодически выезжаем на соревнования, на краевые смотры, конкурсы, на фестивали, на первенство России. В копилке наших достижений есть и чемпионаты Краснодарского края, первенство Краснодарского края, всероссийские соревнования по спортивной акробатике, первенство по акробатическому рок-н-роллу. Всероссийские конкурсы хореографического искусства, на которых вы становились обладателями гран-при, лауреаты первой, второй, третьей степеней. Наш коллектив уже знают далеко за пределами Краснодарского края. Наш коллектив является визитной карточкой Северского района, украшает все праздники и мероприятия. За годы работы в своем клубе я поняла одно, что это не только работа, это не просто работа, это моя жизнь, это мое кредо, это зал, это мой второй дом. Благодаря пониманию и осознанию того, что, приходя в зал, ты приходишь не просто на работу, а приходишь домой, отсюда получаются хорошие результаты. Это результативность на соревнованиях, на конкурсах. Из моих воспитанников вырастают не просто спортсмены, не просто артисты, они вырастают хорошими людьми, людьми, которые будут поднимать наше государство, служить нашему государству, нашей родине, служить нашей малой родине. Мои выпускники приходят, возвращаются в нашу станицу, становятся тренерами рядом со мной, в одном зале. Наша команда увеличивается, и я надеюсь, что мои выпускники, мои ребята будут продолжать любить спорт и прививать своим детям и всем нашим выпускникам любовь к спорту, любовь к жизни, стремление к успеху. Главной задачей нашего клуба является пропаганда здорового образа жизни, вовлечение детей, подростков, молодежи в социальную жизнь нашего района, поддержание спортивного духа, соревновательного духа, а также вовлечение родителей и взрослого населения в спортивную, в активную жизнь Северского района. Дети, это счастье? Счастья много не бывает. Счастья много не бывает. В Костроме в галерее в рыбных рядах проходит выставка старинных велосипедов. До революции они считались чудом техники и стоили целое состояние. Вот этот, как целая деревня. При этом модель красноречиво называется «Костотряс». Его вес – 40 килограммов, возраст – 150 лет. Это самый старый экспонат коллекции. На колесах не существовало резиновых шин, они ещё не были изобретены. И, соответственно, они были окованы по типу экипажных колёс. Передвигаться по булыжной мостовой на таком жёстком велосипеде было очень неудобно. А такую модель сегодня встретишь разве что в цирке. Изобретена в Англии в конце 19 века. Называется «паук». Паутину напоминало сплетение спиц огромного колеса. Такие велосипеды покупали богатые и отчаянные смельчаки. Они развивали немыслимые по тем временам 30 километров в час. Но, с другой стороны, был большой минус, потому что велосипед был чрезвычайно травмоопасен. Человеку было, во-первых, сложно забраться, как говорится, оседлать или укротить. Бывало так, что люди падали и получали травмы. До революции велосипеды считались опасным видом транспорта. Каждый год ездоки сдавали экзамен и получали новые права. Эти выданы 114 лет назад. Принадлежали некому Яну Сустеру. А вот в деревне велосипедистам было раздолье. Те, кто не мог купить железного коня, делали свои из дерева. Вот модель из березы кустарного производства. Дело рук крестьянина из Владимирской губернии. Уже не на ходу, но в отличной сохранности. Найден на чердаке деревенской избы. Там сушили табак, что уберегло древесину от насекомых. На одной из выставок в Москве крестьянин Владимирской губернии увидел велосипед и повторил его в дереве. Здесь принцип телеги. Вот видите, как они две дуги он соединил металлической проволокой. Выставка открыта до начала сентября. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова